Буквально только что Министерство обороны сообщило, что за минувшие сутки в Сирии уничтожены два склада боеприпасов. Завод по производству взрывчатых веществ, 30 огневых позиций террористов. Кроме того, ликвидированы 19 командных пунктов боевиков, а также узел связи для пяти отрядов. Всего совершены 55 боевых вылетов. Российская авиация обеспечивает наступление сирийской армии, которая провела успешную операцию в районе Алеппо, убит один из главарей. Помимо этого удалось занять стратегическую позицию. Высоты рядом с трассой, ведущей в Дамаск. В окрестностях столицы Арабской Республики сейчас работает наш корреспондент Сергей Зенин. Он стал очевидцем событий. И вот его репортаж. Доставка съемочной группы на линию фронта – это мини-войсковая операция. Террористам не дают высунуться для того, чтобы проехала наша бронемашина. С нескольких высот наносят удары по их огневым точкам. С позиций сообщают, что мы можем проскочить. Погрузка меньше минуты. Легкая боковая броня убережет от осколков и автоматных пуль. Но ее насквозь прошивает крупнокалиберный пулемет. Бойцы сирийской армии, несмотря на опасность, едут с открытыми люками. Они привыкли. На этой линии фронта третий год. Правда, от снайперского огня их скрывают высокие насыпи, сделанные специально по обеим сторонам дороги. Бои в Джобари не так уж эффектны для наблюдателя. Здесь не ходят в атаку. Уничтожают террористов с большого расстояния. За моей спиной, буквально вот за этой стеной, находится линия фронта. Мы сейчас откроем смотровое окно, и вы сможете увидеть, как проработала артиллерия над позициями террористов Тан-Нусра. Разрушенные кое-где вплоть до основания здания – бетонная могила для сотен бандитов. Другие сотни успели спрятаться при первых же ударах тяжелой артиллерии. Сирийские военные утверждают, что в Джобари против них воюет несколько тысяч. Я знаю точно, что в одном только здании было до 60 террористов. Этого дома больше нет. Сегодня мы уничтожили их командный пункт. Но, конечно, самая большая наша проблема – это их подземные ходы. Военные говорят, что есть город Джобар под городом Джобар. И это буквально так. За почти 4 года, что террористы находятся здесь, они прорыли километры тоннелей. Масштаб подземных работ производит впечатление. Мы уже показывали вам коридоры, по которым перемещаются террористы. Но такого я еще не видел. Просто послушайте, сколько на дно летит камень. Камера не сможет заснять, потому что очень темно. Послушайте звук. Позывной Абу Аль-Хасан. Он специалист по этим тоннелям. Командует диверсионно-разведывательной группой. Большую часть времени проводит за линией фронта. Человек-легенда. Достаточно сказать, что попав в засаду, он в течение суток в одиночку сдерживал атаку группы террористов. На вопрос, было ли страшно, отвечает с легкой иронией. Я вообще-то до войны был водителем и воевать пошел сам. Чего бояться, если ты доброволец? Я хочу очистить от этих нелюдей землю Сирии. И единственный способ от них избавиться – раздавить мощью армии. В кромешной темноте подземелья, считая шаги, спецназ доходит до линии фронта и взрывом отрезает проходы. После этого военные могут использовать их в собственных целях. До других позиций сирийской армии всего 100 метров. Но чтобы туда попасть, нужно спуститься по землю. Потому что если пойдем по улице, работают снайперы. Шансов дойти практически никаких. Мы спросили сирийских военных, где, по их мнению, сейчас сгруппировались террористы. Ответ был очень коротким и внятным. Только что отработали по позициям террористов из гранатомета. Давайте быстрее посмотрим, куда это прилетит. Террористы были здесь. Прямое попадание. Офицер стрелял не целясь, навесом. Такая точность, потому что только за последние два месяца он сделал по противнику более тысячи подобных выстрелов. Боекомплект не мы, танкисты, не пехоты, не экономим. Но я не могу сказать точно, когда в Джобари все закончится. Воевать с ними очень непросто. Мы продвигаемся вперед, отвоевывая буквально метр за метром. Позиции сирийской армии мы должны были покинуть засветло. В сумерках и с наступлением темноты террористы используют инфракрасные прицелы. Любое перемещение становится опасным. Когда мы уезжали, на линии фронта было тихо. Военные готовились отражать возможную ночную атаку. Сергей Зинин, Алексей Шишкин, Игорь Львов, Первый канал, Сирия.